Добрый вечер! Меня зовут Самулинка Наталья, вы на канале Рэпени. Думала, сегодня вроде как должен был выйти кусочек ролика от Дальневосточного сада, но вот его сегодня не закончили. Промежуточная часть домика Хоббита, она закончена. Понятно, что здесь еще появится куча деталей. Должна зазеленеть крыша, должны появиться ручки, должна появиться такая некая обитаемость этого домика. И я думаю, что мы в итоге снимем такую некую видеоэкскурсию для тех, у кого нет возможности приехать в Репени и побывать на фестивале, потому что в этом году экскурсия будет достаточно необычная. Она очень сильно будет отличаться от предыдущих. Это я точно вам обещаю. Но сейчас хочу снять некую такую промежуточную историю. Это первая часть североамериканского уголка, потому что вот там, где за Лилейником и почти до Шатра будет вторая часть. Но ее в этом году мы уже делать не будем, а сделаем к следующему году, сделаем обязательно эту историю, закончим. То есть продолжим работать над этим куском, но уже после фестиваля. Давайте расскажу историю. Здесь достаточно необычное, в принципе, собраны необычные растения, которые очень долгое время ждали своего часа. Вот очень большим слоем мы засеяли обочину. Засеяли мы ее, потому что здесь две травосмеси. Основная это овсяница красная, но у нее есть минус, она очень долго всходит. По-моему, 21 день, как-то так. А если мы будем ждать, то я боюсь, что от обочины в период фестиваля мало что останется. Да и если будет дождь, то же хорошего мало. Соответственно, поверх овсяницы мы добавили рейграс. Рейграс, схожесть очень большая, буквально на седьмой день. И, в принципе, он даст... То есть через недельку обочина уже начнет зеленеть, и к фестивалю будет уже законченный вид. Плюс рейграс делает дернину и позволит обочине не скатываться. Точно так же мы засеяли крышу будущего домика Хоббита. Это тоже засеяли рейграсом ровно для того, чтобы он схватил. Я понимаю, что, возможно, надо было класть георешетку и делать каркас, но времени мало, а, соответственно, сделать хочется очень много. И для того, чтобы, опять же, ничего не скатывалось и каркас держался, хотя Вадик ручается своей панамкой, что все будет хорошо, мы сначала засеяли здесь. Вот здесь стопроцентный рейграс, он возьмет дернину, он схватится, и мы уже накануне фестиваля в него посадим виноград девичий. В следующем году рейграс не взойдет, он у нас не зимует, но зато виноград сможет уже разрастаться, и через пару лет эта крыша будет утопать в зелени. И только представьте, как она эффектно будет смотреться осенью, в тот момент, когда виноград будет краснеть. Соответственно, здесь яркие лилейники, они уже зацветают. К фестивалю они все зацветут, а вот эти вот странные растения, это отдельная история. Видите такие? Они в данном случае изображают волшебный лес. очень странные, очень корявые, непонятные. У них очень тяжелая судьба. Когда-то 5 лет назад, когда денег на закупку не было, и вообще в принципе ничего не было, нам звонят коллеги и говорят, «Слышь, Наташа, тебе нужны голубые ели?» Бесплатно. 300 штук от 40 сантиметров до 2 метров. Я говорю, конечно, нужны. Он говорит, «Ну, сейчас привезем». А это был июль, это была жара. Приезжает газелька, думаю, интересно, как 300 ели может поместиться непосредственно в газели. А они, оказывается, с голым корнем, и все кривые, косые, куча суши. В общем, такая невероятная история. Оказывается, а у коллег питомник рухномеров. И они обрабатывали полигербицидом. И гербицид не действует на ель европейскую. В принципе, логика была достаточно простая, что если не действует на ель европейскую, значит, не будет действовать на колючую. Ну и, в общем-то, поле они обработали этим гербицидом. Сорняк полег, но и большая часть ели тоже сдохла. А те, которые остались, стали страдать некой многоверхушечностью. На самом деле их специально никто не стриг. Мы только убрали суш. Вот я даже оставила одну, чтобы показать. Но у них вполне такой сказочный вид. Мы тогда их с голым корнем посадили там, где у нас сейчас производство. Перематерились. Я услышала про себя очень много нового и интересного. Вон, видите, до сих пор сухие ветки. Специально оставила, чтобы показать. У них много верхушек. Либо отсутствие макушки, либо идет сразу несколько макушек. Но за счет этого очень интересный вид. Просидели они в траве, забытые несколько лет. Руки дошли до производственной части. Их вытащили, закидали в бэги. Тоже отправили в самый дальний уголок, с глаз долой. И они там чалились, чалились, пока мы не придумали домик хоббита. И, на мой взгляд, они здесь идеально вписались. Что у нас здесь еще интересного? У нас здесь посажены обалденные канадские... Не, не канадские листопадные азалии. Это серия вестерлайн. Северное сияние. Серия северное сияние. А сорт называется вестерлайн. То есть, вот здесь кусочек. И при входе, вон там кусочек. Они должны будут цвести у нас с вами весной. А не такого бледно-сиреневого цвета. А вот здесь уже посажен канадский рододендрон. Он у нас с вами цветет белым. И как раз на весну, не на раннюю весну условно, здесь будут, соответственно, фиолетовые и белые краски. Сидит у нас здесь при входе бузина черная, сорта урея. Если не ошибаюсь, самбуку делают из нее. Напомню, что на латыни бузина звучит как самбукус. И, по-моему, как раз делают из черной. Ну, попробуем. Если получится у нас когда-нибудь самбука, мы подтвердим. Если не отравимся. Когда-то нам наши коллеги из питомника подарили аморфу. Мы взяли одну на эксперимент посмотреть, зимует она, не зимует. И он ей немножко доставался от триммера. Потому что, напомню, здесь еще две недели назад было поле борщевика. Но, я думаю, у нее наступил новый период в жизни. Вот здесь сидят страшные туи, которые Катюшу смущают. Это, на самом деле, наш косяк туи. Были абсолютно в прошлом году замечательные. Но их в течение сезона немножко подсушили. Вот это вот как раз такая вещь очень неприятная. Когда там садовый центр или там... Ну, чаще всего это садовые центры. Если они в течение сезона хвойной не доливают, то осенью очень сильное стрессовое состояние. И они очень сильно ожелтеют внутри. Вот они у нас тут полосели. Видны стволы. Хотя это красивый, потрясающий спиралис. И к поставщику претензий нет. Есть претензия к нашему уходу. Вот. Но они здоровые, они живые. Они через два года буквально зазеленеют. Вопрос в том, что они потеряли товарный вид на какое-то время. Но через пару лет здесь будет красивая зеленая изгородь. Пока что такой фон Катюшу смущает. И она по краю посадила желтый пузыреплодник. Ну, во-первых, место все-таки сказочное. И хотелось бы здесь иметь яркие краски. И, на мой взгляд, он здесь в тему. Сидит Иргал Ламарка. Да, это тоже североамериканский континент. И только никому не говорите. Вот здесь 101 куст голубики. Здесь семь сортов. Когда они разрастутся, да даже когда они не разрастутся осенью, у каждого сорта голубики свой неповторимый цвет. И посажен он здесь полосками. Поэтому и в этом году, и с каждым годом здесь осенью будет очень красивая поляна. Вот различные оттенки красного и бордоула. Надо сказать, почему говорю, никому не говорите. Потому что когда будет много ягод, вы же понимаете. Пускай это будет наш с вами маленький секрет. И за ягодой будем ходить сюда мы с вами. Здесь же сидит клён Давида. 5 лет назад мы его посадили. Он, правда, был двухствольный. Случайно ему скосили, потому что, опять же, была трава, был борщевик. Один из стволиков. Но мне кажется, он от этого не чувствует себя хуже. Вот там на заднем плане ясень. Пенсильванский. Кривенький, самые кривые, но в сказочном лесу такие должны быть здесь псевдоцуги. Тоже мы их немножко подстрижём, приведём в порядок. Опять же, сейчас вертолёт пролетит. Опять же, родина Северная Америка. Почему псевдоцуга? Потому что, когда определили этот вид, долгое время нашли. Да, и начали описывать этот вид. Долгое время не могли понять, к кому относится. Вроде бы ель, вроде бы не ель. Вроде бы сосна, вроде бы не сосна. Вроде бы пихта, вроде бы не пихта. Ну и решили, какая разница есть. Не туда, не сюда. Пускай будет и не цуга. То есть, псевдоцуга, да, не настоящая цуга. Вот, она мягенькая, такая слегка голубоватая. Надо будет немножко сзади убрать у неё соседей, потому что она всё-таки солнцелюбивая. Что ещё можно сказать по этому кусочку? По этому кусочку можно сказать, что он, конечно, будет дополняться. И к фестивалю он будет выглядеть совершенно по-другому. Мы в этом году используем огромное количество мульчи. Вот, допустим, на этот кусок мы усыпали порядка 450 пакетов. То есть, слой просто гигантский. Сделано это, на самом деле, специально. Это вопрос про полки, потому что те семена, которые будут залетать сюда со стороны, да, из мульчи, вытаскивать гораздо проще. Но есть определённого рода риск. То есть, мульча иногда бывает очень хорошо, а иногда бывает не очень хорошо. Потому что, когда мы большим слоем мульчируем, допустим, цветники, корневая система, в том числе, там же воздух и влага, она, конечно, распространяется, разрастается именно на поверхности в слое мульчи. Если вдруг будет бесснежная холодная зима, вероятность промерзания достаточно велика. Но вот из двух зол полоть 3 гектара, либо как бы рискнуть, мы решили, что мы всё-таки рискнём. Потому что пока что, пока парк не разросся, свежие посадки мульчируются большим слоем, то там, где разрослось, уже, в общем-то, прополки фактически нет. Ну, вот здесь маленьким газоном сидит можжевельник Юниперус Хоризонталис Андорра. Опять же напоминаю о том, что можжевельник горизонтальный, родина, североамериканский континент. Это вот ближе к территории Канады. Будет очень красивый такой газончик, по которому в том числе можно будет ходить. Это только самое начало. Опять же повторюсь, что это не весь кусок североамериканцев. Ждут очень много интересных растений. Нам в прошлом году подарили зверобой красильный, кустарник. Я никогда не думала, что зверобой может быть кустарником. И мы его посадим. И, в принципе, это будет красивая зона. Но просто начало, когда вы заезжаете, вас встречает такой веселый домик хоббита. А дальше уже будет всякая, ну, более цветущая прерия. Больше в таком стиле индейских нарядах. Но вот не успеем мы сделать в этом году. Хотя фестивалю сделаем очень и очень много. После фестиваля обязательно снимем целую экскурсию. Такую, может быть, она получится на несколько часов. И думаю, что будет интересно. На этом все. Там вот ребята ждут. Дело в том, что идет дождь. Очень дождливый год. Говорят, что в Московской области и в Москве все мечтают о дожде. А мы мечтаем о недождливой погоде. Ну, главное, чтобы на фестиваль была хорошая погода. С другой стороны, я думаю, что какая бы погода ни была, нам в любом случае с вами будет весело и интересно. И что-что. А садоводов точно дождь не напугает. И вот завтра мы выкопаем вот этот борщевик. Впереди, видите, полянка уже без борщевика. Да, ребята сегодня с ним справились под корешок, с корнем выкапывали. Вот завтра добьют этот кусок. И, наверное, все-таки я завтра вам сниму такую маленькую экскурсию и историю расскажу Дальнего Востока. Цепляйтесь, увидимся. Напоминаю, что фестиваль будет 9, 10 и 11 августа. Каждый день невероятно интересная программа, невероятно интересные лекторы. Мы собираемся хулиганить. Вот вчера прислали программу для детей. Приезжайте с детьми. У нас реально очень классные аниматоры. Они с нами не первый год. И вроде бы все были от них в восторге. И мы собираемся хулиганить, как дети, и вспомнить, ну, когда мы были счастливы абсолютно, да, когда мы были молодыми и детьми. Вот мы попробуем на эту тему немножко пофантазировать. Итак, ваш репейник и я, Самоленко Наталья, увидимся. До скорых встреч.